Всем привет! С вами Денис Семенихин и в этом блоге мы обсуждаем все вопросы правильного питания. Мы разобрали с вами основные типы телосложения, то есть эктоморфа, эндоморфа и мезоморфа, и поговорили о том, как нужно питаться людям, которые являются яркими представителями этого типа. В качестве эктоморфа мы взяли Вуиза Халифа, в качестве эндоморфа мы взяли Рика Росса, и в качестве мезоморфа мы взяли Джей Ди. Друзья, но самое интересное, что большинство людей не являются представителями конкретного типа, а являются просто смешением типов. Большинство людей, в том числе и я. Вы, кстати, спрашивали, какой тип телосложения у меня, и я вам скажу, что в 15 лет, когда я начинал, я был скорее сочетанием эктоморфа и мезоморфа. Может быть, чуть ближе к эктоморфу, но это всегда очень сложно определить. Так вот, очень многие из вас являются примерами такого же типа телосложения. И сегодня мы будем составлять рацион питания и говорить о питании как раз человека смешанного типа, это Эминем. Эминем как раз и сочетает в себе качество эктоморфа и мезоморфа. У человека с таким типом телосложения, так скажем, дорога в жизни с точки зрения физической формы, может пойти разными путями. Например, если это смесь эктоморфа и мезоморфа, человек может превратиться в типичного мезоморфа, бездействующего с годами. То есть нарастет жирок, постепенно мышцы обвиснут, и человек будет напоминать мезоморфа. В то же время, если человек этого смешанного типа начинает активно тренироваться, поддерживать определенную систему питания, то он может либо превратиться в меня с точки зрения физической кондиции, либо превратиться в такого вот как бы бездействующего мезоморфа с годами. Итак, сегодня мы говорим о том, что Эминем при условии, что он решил заняться спортом, и по его, кстати, телосложению видно, что он что-то делает. То есть на самом деле чувствуется, что он там может быть турничок, отжимание, как минимум. Человеку с таким типом телосложения исключительно важен последний прием пищи, особенно в случае, если вы тренируетесь вечером. Посмотрите, каким образом я выглядел, будучи человеком подобного типа телосложения, когда я каждый вечер после тренировки ел спагетти, и когда я каждый вечер после тренировки, наоборот, убирал углеводы в течение нескольких месяцев. И первый, и второй пример на фотографиях, вы видите, это как раз через несколько месяцев упорного труда. В первом случае со спагетти, в втором случае без спагетти с белком. Так вот, именно об этом принципиальном приеме пищи вечером мы и будем сегодня говорить. И готовить будем стейк, для того, чтобы порадовать организм вечером качественным белком, хорошим вкусом. Я уже предвкушаю, на самом деле, я еще не поел, но я уже предвкушаю этот жареный лучок. Мы пожарим лук, мы пожарим стейк и чисто для настроения, ребят, пожарим кукурузу. Немножко, да, кукурузы. Здесь буквально 180 граммов, это где-то 35 граммов углеводов, просто для настроения. Но в любом случае и углеводы в дефиците, так что все круто. Начинаем. Я буду резать на деревяшке сегодня. А, еще сказали, палец надо кладь сверху, но это мне неудобно. Итак, лук. Криво как-то, да, пошло? Вот так, да? Ты молодец, что лучше меня. Ну, нет, так, видишь, тоже неправильно. Главное порезать. Главное не в ладошки резать, правильно? Ну, в общем, жареный лук моя тема, это я точно могу сказать. И поэтому жареный лук и будет. На пережевывание овощей уходит больше энергии, чем в них содержится. Соответственно, получается аэробная нагрузка. Овощи пережевываешь, сжигаешь энергию, вот тебе и кардионагрузка. И параллельно с этим давайте сразу готовить стейк. Вот такой у нас кусок стейка. Стейк 300 граммов. То есть мы смело получаем здесь больше 50 граммов белка. Чуть-чуть жирок по краям, это не считается. С учетом особенно того, что мы все равно говорим сейчас, что вечером будет дефицит. После тренировки мы едим. Так вот, смешанный тип, эктоморф, эндоморф посередине может сделать со своей судьбой физической все, что угодно. Это, по идее, самая лучшая история. У меня рост 190, я вешу 123 килограмм, как я вам уже говорил. Хотя изначально начинал со 183 и вес 63. Но стоило мне начать заниматься, как сразу я за первый же год набрал 10 килограмм. С 17 годом у меня был рост 186 и весил я 84, что ли, килограмма. То есть за 2 года тренировок. Ну что, мясо почти. Сейчас мы будем радоваться. И кукурузки, да, давай? Пожарим кукурузу. Кукуруза это так, это, как я сказал, для настроения. В этом количестве кукурузы 35 граммов углеводов, из которых большинство сложные, простых буквально граммов 9. Ну и что, уже? Ну вот, уже нормально. Чем не кулинария? Какая красота. Вообще просто тип-топ. Йоу, пора покушать. Йоу. Ну, ребят, что могу сказать по поводу этого блюда? У меня, конечно, руки чешутся и зубы чешутся. Начать вот это есть. Вам я хочу сказать спасибо за внимание, конечно же, и за понимание. Спасибо за комментарии, за то, что присылаете примеры тех исполнителей, для которых вы бы хотели узнать рацион. Спасибо, что смотрите эти блоги. И я уже не знаю, что еще сказать. Просто хочется поесть за ваше и за свое здоровье. Пока, ребят. Так, ну я с кукурузкой. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok